В последний победный матч Каспарова, он играл с Ананту, он выиграл этот матч в 95-м году, с тренингом в чемпионате Вера, а потом через 5 лет он выиграл, правда, как потерял компонент. Но в этом матче он играл в Бесече, хотя и в Бесече у нас по началу сказалось, и все так просто. Первые восемь очки в поле, восемь очки подрядами сыграли, девятую Ананту и Ру, показалось, что он вообще скоботил инициативу, но это 10-я факта была, в которой Каспаров очень эффектно выиграл. Насколько эффектно, что Ананту даже счет только сравнялся, а он уже не мог выиграть, он был совершенно сломлен за этой красивой победой. Каспаров, 1995, Е4, Е5, Конь Ф3, Конь Ф6, Слон Б5, А6, А6, Слон А4, Слон А4, Конь Ф6, пока все знакомо, Это, опять же, спанская фактика, Конь Ф6, Слон А4, вот здесь было сыграно, это был открытый вариант, в форму не смотрели, мы играли только в Слон Е7, в Том Б5, где отдали, а здесь Керна сразу дарит межку на Е4. Это ведет кое-что, что он играет, Конь Ф3, Конь Ф3, Керна набирает межку, но она под калантой группы, поэтому это его предпринимательное взятие, Конь Ф6, Е4, Д4, Б5, черная дарит слона, как обычно, Слон Б3, Слон Б3, Слон Б3, ДС, на Д4, Б6, на Д4, Д3, Злали Е1, за дарит межку, там неприятность, вот здесь последовало ДЕ, Дело это грают межку, сотник на Д5, если ты дарит межку, Слон Е6, Конь Слон Е6, другой сто, Слон Е6, Конь бета-2. Белые четко и прочно борются, но белые легко развивают свои фигуры. Конь ц5. Конь ц5. Ушли отразмена не 5, а другой конь на ц5. Конь е4-5. Конь ц5. Конь ц5. Белые собрали ц3. В данном случае белые готовы поменять слона, потому что, по-моему, д-4 распоряжение. Поэтому в инициативу явно в стороне белых. Последовало д-4. Черный пытается какие-то размены за и4-д-4. И вот здесь эта партия, по-моему, была неизвестная. Белые не активно сыграют в Ижи-5. Он был такой ход известен, но он остался в курсе. Он, примерно, впервые. Правда, нет. Я смотрю, Карпов-2. Он сказал, что не упали об этом, но совсем не до этого. Но он там ничего не достиг. Новинка была чуть позже. В Ижи-5. Теперь, смотрите, если Ферзи берет на шипец, на жипец, то исход Ферзи-3. Исход Ферзи-3. И камень е4-диваза потеряется. Отступать ему нельзя из-за, знаете, на оси. А Карпов-2-3 плохо резецеды, нельзя иметь, что обладяйся, напали на коня, пешки. И здесь быть довольно плохо. Поэтому коня не нельзя, но это и не обязательно. Просто, ну, сама завода, вот, одежда, в Ижи-5. Последовало в разуме на си-3. Последовало в разуме на си-3. В Ижи-5. Сначала белые взяли на си-6. Последовало в разуме на си-3. И теперь вернись на си-3. Это как-то прошлое было сделано? Вернись на си-3. Вернись на си-3. Я ничего не понял. Вернись на си-3, пожалуйста. Вернись на си-3. 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 Жертвует эту пешку. Ну, была эта партия, эта партия была известна. В СССР-3 игрока его не в 3. Но после разменной связи Белого не нужно нести в тарелку. Вместо этого осуществления было не в 3. Там разменная связи позиция уравнивалась. В Белом каком-нибудь нужна была победа по зарядке. Поэтому он жертвует пешку, чтобы получить живую на СССР-2. Последовала ферзь победа на СССР-3. И вот здесь уже Каспаров применил сильную на Винку. Сильную на Винку. Он пожертвовал на Винку. Он сыграл на Б3. Идея в том, что после Б3 разменной на Б3 просто победа на Винку. Но ферзь ушел далеко от поля боя. И это оказалось в пользу Б3. В чем эта идея принадлежала Тарка. И он где-то видел на парту Тарка. Эту идею Тарка сказал. Но он просто интлюзивно чувствовал, что это полиция в пользу Б3. Жажда владеть в пользу Б3. Но конкретных акурентов не привил. А Каспаров преподготовлен к этой партии. Он уже прогнозировал доскональный набор в ходов вперед. Так что фактически идея Тарина. Реализация идеи принадлежит Каспарова. Последовала пробит внутри. Здесь, кстати, ходится 5 лет внутри. Кстати, на этих ходах она дала, мол, 45 минут. Потому что, конечно, матч на Винку. Это жажда сладья. Это всегда опасно. Но проверить все в реальном до конца невозможно. Поэтому он решил... И владеть, кстати, не принял. Он сначала подбил. Последовало сонбер Б3. И он не решил принять владею. Принять чёрта владея. И последовало здесь... Длинный-длинный вариант. Я не буду его приводить. Потому что он до 7 градусов. Но форсировано. В случае ферз Б1. Следует ферз Ф5 шах. З6. И ферз Ф3. И выясняется, что... Чёртый ферз пока надшили. Здесь висит конь на З6. И здесь очень неприятная гроза. И очень трудно конь на 7 раз на тронсу. Вот здесь... Боисий явно будет в Ёмках. Нет, здесь в Ёмках. А Родисеев надо играть. Родисеев. И когда здесь чёртые слона сделают. Дверь, вы, наверное, не готов его приводить. Но вот вы можете... Кто эту партию записывает, можете проверить, что здесь по всему победу выигрывает. Но... Ну, потому что после шаха ферз Б1. После шаха слоном получаем чёрного герзя. А вот шаха, как и Фильдов-3. Здесь висит конь. Висит Д6. Вторая гарантия фигуры. Нет, нет... Нет, пока чисто на 1. Но ничего не получается. То есть... Белый забирает, когда я забрала две фигуры. А на... На коробе Д7. Следующий жертвец. Ещё одна. Ну, здесь очень длинный вариант. Я не знаю всё это приводить. Я пока просто... Говорю вам об идее. А в принципе... Можно исправить, да? Это... Каспар уже готовился дома, поэтому... Это не просто так. Он... Всё это прочитал до конца. А он просто идёт дальше в этой партии. То есть мы не будем принимать жертву. А он сыграл так, как сыграло нам. То есть он сыграл конь Д4. То есть он не стал пить ладью. Он был очень быстрее. Там... Зачитить Д6. Напасть на Д3. Не успели, а сюда. То есть он перестраховался. Вот. И здесь... Последовало... Этот ход, конечно, домашний анализ. Очень верхний человек. Феррь Ж4. Феррь Ж4. Опять ладья форобой. Здесь уже анализ ладью времени уже. Уже выхода нет. Потому что... Нет. Если не принимать ладью, то просто на Е6 грозит. Жуткая выгроза. И тогда вообще ничего нет. И... Никакого материального заграждения нет. Не за атаку. А атака страшная на Е6 грозит. Да? Там какие-то матки угрозы. Поэтому... Черные заправы на армии. То есть приняли это до нас всегда. Белые сидят на Е6 строну. На Е6 строну. Вот. Довольно интересно что. Здесь и хватает чистой ладьи. Но вот эти... Белые паря. Блокированы в окружении черных. И не так их угрозят сейчас. Черные пустыни ладьи лет 8. И последовательно черные. Эффекты крутые. Найдешь? Говорят. А может, они нужны? Но эффекты крутые. Белые пили в игру слона. Так это довольно красиво. Слон А6. Напали на фельзя таким образом. Владимир. По-прежнему нету. Напали на фельзя. Не надо. Владимир Ф1. Угрожаем на 1. Да. Напали на фельзя. И пили в игру слона. Как ходить? Красиво. Ничего не скажешь. Как играть? Конечно, эта патица стояла. Газ ворота. На носке. Эта партия. Но фельзь под боем. Фельзь под боем. С Abdой. Вот. фельзя под боем. Фельдь под боем. Фельдь идет на c� 8, куда он его Ну, он был, конечно, победим на F1, но тогда получается все просто материальные равенства, но при жуткой атаке это мало эффективно, поэтому выбросов этого не было. И здесь посвернулся на G7, на G7, то есть я в столе опять прорвался на G7, керни сыграли, но бить на G7 плохо, потому что ферзь берет на G7, и там ладня уже не будет деваться, керни сыграли ферзь на 3, ферз на 3, и беда благополучно с керен ладью на G8. То есть, для этого ладья нашелся. То есть, ожидать этот эффект и гимбинация, что получилось, белые просто отыграют ладью, отыграют ладью, и остались лишние пешки, видите, две ладьи у белых, ладья у белых, ладья у черных, две лёгкие фигуры у белых, две лёгкие фигуры у черных, у шерзю, и у черных 4 пешки, у белых 5 пешек. То есть, в результате декрессивной гимбинации, в жертву, в жертву, два раза нельзя, которые в первый раз черные отказались от черных, второй раз приняли, потом последовало два риска удара, теперь же 4, 100 на 6, и потом белый слон забрался на G8, отыграл ладью, и в результате декрессивной гимбинации белых, социалисты с третьей пешкой, где черная слона. То есть, атака продолжается, а вложение ярмарки у белых, и в дальнейшем, как говорится, дело техники. Здесь уже последовало Фереже 6, Кёрны пытаются разумеять Фердей, но Фердей удастся для Кёрны, где наступили слоном на G6, слона G6, слона G8, G6, сейчас мы белые, слона G8, G6. Да, на парень ладью, последовало слона G7, слона G7, слона G7, слона G7, на G7, черная разумеяется на G4, слона G4, слона G4, гибель, короборот G8, ada Mして для Él以上-3. Заг примеры перерывающиеökhorse firedellosi. Можно подвести итоги. Все решения ломаются разменов, но Choubga, жительные ветв Esorger и день energ al-1. Ее жецеатры, которые беспрепятственно líббберютaver, низ�� защиты никакого не дeducут. Конисправль такой. Последовало лесо-1, еще пишется симптомы опасности. Черный сыграл ИС-6, поминули вперед. Ну и пошли ИС-4. Две связи с выходные, но вперед это огромный перевез. ИС-4, даже за качество, если что-то много, а здесь идти. И вообще все поровнули. ИС-4, А-5 последовало. Король Е-2, А-4, А-4, король Е-3, белый, потянули король А-5 по центру, В-4, но там, например, пытались образовать входную, но последовал слон Д-1 еще, в чем-то он не ходил, слон уже А-4, Д-1. То есть заблокировали просто эти пешки, чтобы они никуда не шелохнулись. Иначе там, где-то шанс, чтобы пешка А-3, может быть, он продвинутся далеко. А здесь, сон Д-1, последовало А-3, А-3, но пешки заблокированы, медные пешки пошли вперед, Ж-4, ладья С-5, ладья С-4. Напали на камеру, и на меж КЦ-5, херн сыграли С-5, ну тогда вот ладья С-7 устойчивой на Д-5, медные пешки попадают, король Е-4, херны отсыпили на Д-8, делают дичьево, ладья Д-8. На первое решение было, когда Д-5 шаг, и ладья терялась. Поэтому ладья взяла С-5, то есть уже две решки, пешки, херн сыграли по Е-6, отступили ко мне, ладья Д-5. Ладья прошла, ладья Д-5, ладья прошла на С-8, ладья С-8, ну и хернай вершки вернулась вперед, и в 5, херн дали, в 5 смертный шаг, ладья С-4, шаг, ладья С-4, шаг. Ладья С-3, конь С-5, конь подбой, конь С-5, выбора нет, белый, еще одна пешка, ладья С-5, черные пошли, ладья С-1, ладья С-1, и белый поставили ладья С-6. Теперь, следующая девушка пойдет, ладья С-6 идет, здесь черные ставятся, ну, положение безнадежное, вот это движет, король плохо стоит, и белый бешки идет вперед. Вот такая партия, которую Каспарова играла в Амандо, 10-я партия к матче, одна из самых красивых и знаменитых партий вообще в истории, она эффектная. Она уже, кто ладья была, и она еще и мешающая была, то есть это партия, которая переломила этот мальчик, она лидировала, а после этой партии еще расхомнился, и он проиграл последующую партию, и уже он просто, уже дальше не мог играть. Отличная партия решилась на эту мальчик.